Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга Исход, 40 глава, 36 по 38 стихи. Когда поднималось облако от Скини, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествия свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над Скини днем, и огонь был ночью, в ней пред глазами всего Дома Израилева, во все путешествия их. Путешествия. Путешествий много, разные. Я вот сегодня хочу сказать это, потому что завтра у нас путешествие будет. Выезжаем в город. Пробыли здесь 4 месяца, Бог миловал, живые остались. Вот спросишь о путешествии, но это куда-то далеко. Нет. Совсем рядом. Вот первое путешествие, так смотрю, это Адам, издан был из рая. И не куда-то, а рядом, чтобы смотрел, где ты был, что у тебя было. Сегодня люди ищут, неизвестно что, крестный ход. Путешествие, да, далеко тут, Коробейниково, там икону нашли. И вот. А зачем идут? Никто не может ответить. Летит вертолет и увидел, что столько их, много людей. И он не понял, то ли война началась. Вертолет сел и подошел. Летчик говорит, что случилось? Говорит, ничего. Да мы с воздуха увидели и поняли, что другая жизнь началась. Да нет, это крестный ход. А зачем? А там икона. Так икона где? Ну, там или здесь привезли, даже не знаю где. А как вы питаетесь дорогой? Ну, кто взял, а кто не взял, на машине рядом едут. Провожают священники, в автобусе едут. Слабеньких забирают, тоже автобусы едут. Притом по всей стране. Вот когда начинаю смотреть по Слову Божию, по которому Господь будет судить нас. Евангелие от Иоанна 12 глава, 48 стих. Господь говорит о том, что я не сужу. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Последний. Мировая история закончилась. Последний день. Календари закрылись, часы остановились. Все. По исторической вещи, называется. До этого доисторическая. И вот Израиль вышел. Сколько их там было? Мы сейчас посмотрим по Слову Божию. Я не думаю, чтобы вы не удивились, как Господь их вывел. Это к тому, что и нас он Господь не похитит. Второзаконие 2.7. Замо облако стоит на одном месте. Так ветер дует. Пускай дует вокруг. А облако не тронет. Так. Да нет, стоит на месте. Опять в шатри залезли там или делают огород. Да нет, скотины никакой нет. Чем они занимались? Вопрос состоит. На облака смотрели? Облако двинулось. Срочно собирают все, что есть. Палатки сворачивают. Поехали. Ни урожая, ни зернышко. Написано в пустыне. Прикиньте к себе. Вот вашу семью сегодня вас из дома выгнали. Идите. А куда идите? Нигде нет никого. В пустыне. Ну, я садил, что только сидеть будешь рядом, смотреть, что у тебя было вчера в кармане. Везде, где что было, повытрясли. Настоящие хлеб и сухари. Все подобрали. Нет ничего. А ведь это сорок не дней, не месяц, а лет. Сорок лет. Да, дорогой, сказать нельзя. Считаем. Второзаконие 2.7. Ибо Господь, Бог твой, благословил тебя во всяком деле рук твоих. Покровительствовал тебе во время путешествия твоего. По великой пустыне сей. Вот сорок лет Господь, Бог твой, с тобою. Ты ни в чем не терпел недостатка. Ну, а где мы будем жить? Не знаю. Ну, а кто-нибудь ходил, разбирал, куда мы идем? Да там жить можно. Там вода есть или никого нету. Когда уже вплотную подошли, тогда послали сагридантов от каждого колена по человеку. Ну, демократический образ от каждого региона, сказать так. И они что, все-таки вырвались оттуда, где были? И на шесте вдвоем несут одну виноградную кисть. Ну, можем это представить сегодня. У нас тоже кое-где виноград растет. Годовой урожай в одном вино сложил. Двое. И там народы живут. И стали тогда говорить, а народ там округ большой, как деревья. А стены вокруг до небес. А Господь слышит это. И только два человека, сын Халева там, Иисус Навин, сказали, победим. С нами Господь Иегова. Он скажет, и все народы покорятся. А сколько народностей? Вы посчитали, как сказали, Франция, Германия, другие. Семь народностей. А что с ними делать? Уничтожить. Почему? Они и жили себя. Они сквернословят, аборты делают, курят, пьют, матерятся. Это про нас все было бы. Но впереди послал Господь на те народы претеща. Ну, претеща это один и анкреситель. Нет, претеща это шершни. Стали жалить, из дома выйти нельзя. Это тебе не пчела, не комар. Если тебя сразу укусили два, где-то в лоб здесь, неделю будешь слепой ходить. Это шерши, претеща, чтобы освободить землю. Как Господь делает? На место Израиля, когда переселял Господь, послал другие народы заселять-то надо, раз этих выгнали. Выйдут на поле, львы, рвут подряд всех. Сразу президенту тогдашнему. Выйти нельзя из дома львы. А почему? А как те народы жили? Ни одного льва не было. Что делать? Призвали один и говорит. Они Бога не чтут и Его. Они же чтут своих идолов. Ну, а как их научить? Надо священников послать. И на весь Израиль, если их было тогда три миллиона, послали одного священника. Даже один с тремя, и тот сколько, отучитель, учитель, сколько ему надо, священник. Больше тридцати нежелательно. Уже расплывается. Ты должен домой сходить, узнать нужду, помочь, с детьми заниматься. Это твоя кровная работа. Я говорю о священцах, в первую очередь. Потому что им это вверены. Я печник, сторож. У меня есть спрос такой. Книга Евла, 21-29. Внимательно прислушаемся к Духу Святому, что он говорит, что такое путешествие. Разве вы не спрашивали у путешественников и незнакомых, незнакомые с их наблюдением? Что? А наблюдение дальше в следующий стих. Что в день погибели, после чего бывают злодеи. В день гнева отводятся в сторону. Захватили плены, которые злодеи. У них, видимо, с собой жемчуг был, бриллианты они дали. И уже тут они царствуют. Уже угнетают своих же. В Израиле так было. Из плена вернулись. Питаться нещим. Они стали закладывать бывшие виноградники. А у акачи приехали оттуда, там дождь была. А здесь стали сына продавать на 7 лет, дочь продавать. Ну и тогда возраптали. И мы знаем, как не емьи ездили, собрали народ. Что вы делаете? Из плена вышли. Вы там сумели пристроиться к этой властью. Получили свою, а теперь угнетаете рвалом бороды. Он гнал их. Понимаете, как устроил развод? Захсы не успевали документы выдавать. Разведен, разведен. Я представляю, как провожали. И тесть той национальности. Мамитяне, предсевляне. Как же это прекрасно. Какие трудолюбивые эти евреи. Она рада, что вышла за ней вдруг. С детьми, до свидания. На дорогу дал, видимо, и все на этом. Почему? Оскверненное семя. Рождаются полукуровки. Наполовину говорят по-еврейски. Это зарубежные, которые сейчас. Думали, когда начнут открывать зарубежные приходы, хлынут оттуда. Не тут-то было. Там прижились, корни пустили. И не думают об этом. Вот смотрите. Когда едут люди, нужно, нужно, по нужде, что делают? Да что, что все делают? А здесь особый указ был. У каждого должна быть лопатка. Ну, саперная лопатка. Что выйдет за стан здесь, где рядом, где выкопай и зарой. Ну, представь, 3 миллиона. Город Новосибирск, 20 местных. И сразу указание дается. Ногой ступить негде будет. И причина одна. Посреди вас сходит Господь. Не вы ногами залезете, а Господь говорит. Ради меня это делайте. А мы работали здесь. Один был собор Покровский. И два там сначала спускаются. Там есть 11 ступени. Потом площадка. Потом высоко, как первую. Ночью кто-то залез перед самыми дверями. Оставил след свой. И теперь лопатой выносить. Это даже вообразить нельзя, какие мы. Мы против Израиля, который вышел из Египта, никто. Это ладно, мы верующие. Я говорю о верующих. Это другая категория людей. И здесь, говорит, мы разве не разговаривали с путешествующими. А путешествует кто-то много знает. Много ездит, видит, беседует. Если, конечно, беседует, не просто спит. Мы вот, по милости Божией, проехали из Барнаула до Довнего Востока. И не просто ехали, а большие города. И сколько в Красноярске районных центрах? Ну, в Алтайском крае 48. В каждом районном центре Мамонтово, там, по Валихо, где мы были? И везде мы дарили свои книги, 38 томов. Собирали людей и беседовали. Сколько же остановок у нас было? Отбой в 10, подъем в 2. И опять вперед. На каждый день в среднем у нас приходилось 1030 километров. Та машина, которая у нас сейчас. И везде было свидетельство. Божие. А потом открыли шенгенские визы и проехали там, в Тихий океан был, до Атлантического, в Португалии. Прошли Скандинавию, Прибалтику. Мы многое узнали. А перед тем, как ехать, я посмотрел по интернету, какие обычаи этого народа. Чтобы нам против не делать, иначе нам плохо будет, нас арестуют. На нас нигде не сыграло то, что мы даже нарушали. А почему? Мы верующие, они это видят. Ни разу нигде ни одного штрафа не было. Вот мы сейчас посмотрим, как Господь показывает людям, как нужно путешествовать. Исайя 33, 8, 9. Опустили дороги, не стало путешествующих. Он нарушил договор, разрушил города, ни во что ставят людей. Земля сетует, сохнет. Ливан постыжен, увял. Сарон, похож, стал на пустыню и обнажены от листьев своих. Восан и кормил. Ну вот как говорят, да тут власти никакой нету. Вот сейчас у нас. Я говорю, а в допусы ходят по маршруту? Ходят. Без власти они ходить не будут. Железная дорога работает. В Акасе важнее всего железная дорога. Когда железная дорога травой зарастет, ни один поезд идет. Это кончина государства. Я высчитал это и проверять даже не стал. Это истинно так. Итак, мы увидели, что путешествия много дает людям. Плутарх путешественник был. И он говорит, я прошел все государства, Ближний Восток где-то. Я встречал людей, у которых нет денежной системы. Я встречал государства, у которых нет границ. Я видел города, которые не имеют укрепленных стен. Но я нигде не встретил такого дикого и грубого народа, который не имел бы веры в Бога. Не верить в Бога. Это надо быть диким и грубым. Нигде не встретил. Апилософ Монтель писал так. Отрицать Бога у гроба Ближнего под звездным небом может только явный преступник или явный идиот. Нас от этого Бог избавил. Мы верим в Бога. Я хочу сказать о чуде, которое сегодня совершается. И совершается оно уже с 1948 года. Израиль был развеян весь. Златос, говорит, как засохшую землю. Растоптал Господь им беником, метлой развеял по всему миру. И вея во всех государствах. Государства нет. В 1948 году образуется государство. Никто его образовал. Никогда не догадаетесь. Журнал «Огонек». Редактор главный еврей Виталий. Вы знаете. И он прямо в статье огромная. Гитлер-основатель Израиля. Я просчитал, думаю, ошибка какая-то. Дальше дается доказательство, что не все они были восьминцами. Которых надо было оставить. Их оставляли. У них театр был. Нигде не было. У них там все это было. И в это время. Я говорю, короче, знал, что писал. О своем народе он бы не стал писать так. И отсюда делаем вывод. Через сколько лет заново образовать даже маленькую потеряйку. Сколько препятствий. Сколько вреда от этих народов. Ну, тепло должно быть какое-то. Помог. Тогда был главный агроном Игонин, Валерий Григорьевич. Канникова. И помог коня. Приехал какой-то человек. И вы как смотрят. Он ногами топтали тогда глину, соломы где-то. И привлек. С вес коня и говорит. Седло я заберу. По цене падали. Будто упал конь. Там списали. Такое. И вот батюшка его привязывает. Здесь рядом пруд, где матушкин, говорим, дом садит. Там конь стоит. Прибегает, храпит. Батюшка говорит. Ты чего из-за бруда? Да глянула, у него железный штырь в спине торчит. Это надо прийти, подойти ему и со всей силой воткнуть ему. Ну, что, приезжать пришлось. Угрозы какие были. Сено косили. Только вручную. Копнутый коскоп. Собрали. В это время приехал. Могу назвать фамилии. Все, Николай. Забрал наш. А я здесь в прошлом году косил. Ну, не было потерянки. А сегодня земля отведена нам. Еще не знаю. Забрал. А потом в лес поехал. Перед деревьем присел на пенек. Курищи. И в это время дерево пало на него. И остык лепешку. Я тогда слежу тех, которые против того, чтобы Израиль переходил. Все народы были стерты. Я испытал. Я это здесь имею. Здесь у нас как было. А если по-другому? По-другому никак. Только любовь созидает. Зло, мстительность уничтожает. И притом не сразу, а Господь медленно дает пример. Вот там было так-то. Делаем вот так-то. И мы снова посмотрим, что ему говорит Господь. Лука 90, 9 стих 51-56. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим, путешествующий, и послал вестников перед лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Зайти в дом, договориться. Ну все, там должна быть еда, вода, необходимое вино. И они все так и делали. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Путешествующий, значит, евреи. И они с самарянами, говорят, не сообщаются. И они обходили эту область, она дальше была вокруг, чтобы только на их территорию не заходить и не скверняться. Почему самарянка так и сказала. Мы молимся тут, и гора горызин, а они считают, что там Сион где-то, Господь здесь и не там. Всюду Господь близок к человеку, который любит Господа. Мы мысленно сегодня по путешествиям, не выходя из этого храма, где могли мы прославить Бога своим путешествием. Сколько раз вы в городе были за эти годы? Молочные дни ваши были тут, я не знаю, два, вроде вторник-пятница ездили, хорошо зажили. А кому засвидетельствовали? На всех, которые держали скотину, а одного человека приобрели в городе? Вот сами подумайте, как? Главное, для чего Господь сделал, чтобы нас насытить словом своим. Не надо говорить, что у нас Библии нет. Есть, приходи, мы можем дать Новый Завет отдельно, отдельно. У нас столько приехали, попросили, у них ресоры прогнулись. Связь такая у нас очень хорошая с разными, с неправославными. Но перевод синодальный, православный. И когда люди стремятся к этому, Бог дает. Но главное, ничего не портит Слово Божие. У нас ведь как вот, вы считаете, я говорю об этом, я прощаюсь с вами. Может, никогда больше не встретимся. 28.9. Притча Соломона. Кто отвращает ухо свое от слушания закона? Молитва тому мерзость. Мерзость, ты мерзавец. Мерзавки поют, мерзавки кланяются, мерзавец священник. Мерзость все. А если чего, отвергаетесь? А это никто не знает. В 988 году крещение было, а перевели Библию только в 1876 году. Вообще не было ее. И как люди будут знать? А как они могут знать, если ничего нет? Я бы не отвергал. Ну, негде считать было. На прошлой неделе, 27 сентября, во вторник, ровно 60 лет было, как я получил в Лухе Библию. Первый раз своими словами помолился. Это было первый раз. Бог сразу произвел изменения. Дал рождение свыше и крещение Духом Святым. Такой ревность, огонь. И наутро весь караван кораблей, я трудился, когда на рейде стоял, сразу к капитану сообщили, капитану, который над караваном, все знают, сладко сошел с ума. А до этого только блестящие характеристики, член судового комитета, активные, там все было. Одним разом все было порушено. Так, если мы идем за господом, мы должны знать. Мы пошли за Творцом Вселенной. Нас мало, но много там, где Господь. А если там никого нету, мы сейчас увидим, что с ними было. Второе Коринфян, 11, 26. Немного мест писания, и потом я об Великом чуде расскажу сейчас. Много раз был в путешествиях, апостол Павел, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников. В опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. Лжебратьями. Там, дальше что пишет? В труде и в изнурении, часто в гдении, в голоде и жажде. Это такая, вот я прочитал 8 таких, 8 разных позиций, где он был. Но самое ужасное от лжебратьев. Кто испытал это? Молились вместе, ел хлеб мой и поднял на меня петух, Давид говорит. Он это знал. Знаем ли мы это? Запоминается Евангелие, Библия очень хорошо, когда она по тебе пройдется. Со мной это было. И ты сразу понимаешь. Вот прочитали, пропели блаженство. Вы все время поете. Блаженны вы, когда будут гнать вас и злословить неправильно за имя моё. Злословие был не просто так, а житья никакого нет. Он куда угодно тебе передаст. Почему? Он все знает. Все ходы и выходы. Он подсмотрит, сообщит и прочее. Это первый век. Сами переносите. А что говорить, когда при советской власти только на этом и были? Кто-то квартира нужна, сразу написал. А я слышал, против власти говорю, все вымели квартиру и его. Мы сегодня станем перед разбором по слову Божию. Итак, апостол Павел терпел в путешествиях. Мы терпим или нет? Сколько раз вы ездили? Сейчас где-то бываете? Какая цель стоит? Что-то достать? А что дать? Я просто подбиваю к этому. Мы вот когда куда поехали, мы думали, как всё это сделать. Одно дело книги мои, другое дело, чтобы было Евангелий много. И объявили по интернету. И нам сказали, в Иркутске надо познакомиться с Кукушкиным Игорем. Но они не православные. А вот, когда узнали, мы у него были. У него, кажется, 9 детей, это 10-м, наверное, беременная жена. И он прислужил нам за столом, а одна встреча и крестился рукой. Это нельзя даже вообразить. Я рассказывал, ещё раз расскажу. Полуподвальное помещение на первый этаж, который не под землёй, надо подниматься. Ну, то понимаете, а сколько вам нужно? Ну, ещё вот поехали на газели. Думаю, хоть, ну, в коробку опять он. Ну, посмотрим. До конца ещё не дошли, спускаться теперь. Он остановился. Так сколько вам нужно? Я сказал, а там склад, и всё доверху заполнено, и конца не видать. Хоть всё забирайте. Ну, люди что будут говорить? Что, зазабировали? Дух коснулся. Он повернулся и ни на шаг не отходит. Пресвитил их. Я первого человека встретил, который платит не десятину. Он говорит, я пять десятин плачу. Всегда. Он даже больше так бы ошеломил меня. Говорит, я впервые в жизни вижу живого пророка. Я говорю, не пророк, а порок. Ты букву одну лишнюю подставил. Нет. А я кое-что дорогой пока говорю, подняться по ступенькам, вот столько пройти и опускаться вниз. И человек делается другим. Почему Господь? Повторяю, это благодать Божия. Моего там ничего нету. Ни видом своим, ни знаниями я не могу его привлечь. Я только сказал им, Боже, что мы сейчас делаем. Теперь к нам, когда кто-то подойдёт попросить. Я заказал хоронение, урок у меня готовый. Заламинированное, но замет мне на грудь положить. Если кто-то когда-то раскопает, чтобы взять. И на кресте, чтобы все время тоже заламинированнее. И написано, возьмите бесплатно и следующее сразу вешать. Я оставляю немного, допустим, 100 новых заветов. Что из гроба хочу проповедовать. Как Богу угодно будет. Считаем дальше. Откровение 14,6. Какое путешествие бывает? И увидел я другого ангела, летящего посередине неба. Который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Он ничего этого не знал. А тут перечисляет колену, язык, ангел. Ангел не благовествует. Люди благовествуют. Ангелам нигде не поручили Евангелие распространять. Нет этого. Он только содействует нам. Это первое толкование было такое, когда изобрели радио. Это захватывает пространство. Телевидение, а все это не интернет. Я вот прихожу, когда бывает, насчитана моим голосом Библия. Первая попала при аресте, ее стерли, а потом уже на компьютер насчитала. И кто помогал? Ваше имя перед Богом. Помогал записывать. Бывает, ломаются. И здесь был один человек, смещенник. Поехал, говорит. Сел только в машину. Слышал голос ваш. Включенный с интернета. Скачали, люди слышат. Вы любым способом распространяйте радостную вещь, что идти в ад нет надобности. Он умер за нас и кровь свою пролил страданием на кресте. Меня он искупил. И вот мы сейчас посмотрим, ну, Тавид, когда шел, ему Бог дал спутника. Он не знал, говорит, а какое колено твое? Он стал узнавать. 12 колен Израиля. Он назвал, говорит, это мое колено. Меня отец посылает туда-то. Чтобы мы сходили, взяли то, что он положил. Отец ослеп. И вы знаете, что-то будете. Книга Тавица. И пришел человек. И только в конце этот человек сказал, я не человек, я архангел. Архангел Рафаил. Вот, когда он называет человек Рафаил, Серафим, Серафима. Я не знаю, мне страшно это. Такое имя носить. Ну, хоть маленько надо соответствовать кому-то, на кого. Что имя-то взял? Вот, мое имя Игнатий. Греческое означает неизвестный, неведомый. С латинского огненный. Ну, это может быть ревность и прочее. А это ангела Меркель, допустим. Сколько масон как-то. А она ангел. Ну, какой ангел-то масонный? Значит, при названии человека, я лично свое мнение считаю, надо смотреть все-таки, что за имя дается. Вот, назвали Данилом. Судья мой Бог. Здорово. Перевод. Самуил у меня старший был. Вы прошли у Бога. Ил, как все стоит. Илия. Бог моя крепость. Перевод. Михаил. Никто как Бог. Это я с еврейского перевожу на русский язык. Соответствует. Все. Дальше. Слушайте внимательно. Принято считать в среднем. Из Египта вышло 3 миллиона. 3 миллиона. Их истязь кормить. И стали считать по армейской норме. Ну, так много, мало едят, там полные, тощие. А здесь определено в армии сколько дают. И посчитали на 3 миллиона, сколько им нужно было. Каждый день нужно было 1500 тонн продукции. Ни грамм, ни килограмм. Вот состав полный идет, когда его... Ну, 3000. 3000 только. Я считаю, сколько вагонов там. 50. Даже по 60. Углем загружено. 1500 тонн. Дальше. Вот, воды сколько требовалось. А ведь вода нужна была пить в пустыне. Это вот как задумываешься, а как они питались-то? Ну, что-то можете сказать? Я не знаю, но они питались. Вот после видели. Ману собирали. Притом была по вкусу каждого человека. Один любит, чтобы она была маслом помазана. Другой, чтобы с медом была. Если она таким вкусом, у него во рту получается. Мне вчера только спросили по интернету. А у вас такое есть? Я говорю, у нас на столе стоит мед. Что такое? Каждый может лепешку туда опустить, а такой же вкус будет. А вот в счетах такого нет. Дальше. Каждый день надо было что-то варить. Требовалось 4 тысячи тонн. Понимаете? Вот начинаешь когда считать, да не может быть. В пустыне там ничего нет. Саксаул. Один раз прошли, и там сто лет еще не растет. Так. Вода в общей сложности. Воды требовалось 42 миллиона 900 тысяч литров. 716 цистерн по 60 тонн. Да где же это где-то? Да даже где вода, если заливать только сколько надо будет. Дальше. Нужно было ночью переходить. Красное море. Почему оно красное? Когда оно стало красным, щерлено называется, щермное. Тоже не мог нигде найти. Ну, мысленно думаю, то, что параонов войска, все данного погибли, видимо, оно и стало называться красным. Когда это было? Вот. Ширина, где им нужно было пройти, 4,9 километра. Это же совсем немного. Ну, даже третья часть докорчена, считай. Оно как идти, как море расторгнуть. Если, потому что для двоих, если по двое, по два человека они будут идти, то нужно будет... Сколько-то здесь дней у меня написано. Вот. 39 дней. Но они шли, если так посчитать, 5 тысяч человек в один ряд. И за ночь они должны были пройти. Это надо было настолько морю раздвинуться, и прошли как по суху. И это еще не все. Площадь, где они останавливались, это 30 на 40 квадрат. 30 километров так, 40 так. Это не то, чтобы не одну ночевку сделать. И что там было? Поэтому Валаам, когда зашел, увидел огни, везде огни. Все народы дрогнуты. Кажется, счастлива не этой ночью зажигают. Ух, нет, дрова были. И все. Это действительно так. Так вот, ночью Господь освящал облако, можно было двигаться. Теперь считаем. Иеремия 32, 27. Это к нам, конкретно. Вот я, Господь, Бог всякой плоти. Если что, невозможное для меня. Так себе скажи, мой Бог, все может. И теперь Лука, 18, 27. Просто конкретно на сегодняшний день. Но Он сказал, невозможное человеком, возможно Богом. Просто. Поэтому никогда не говорили, что возможности, скажем, по человеческим меркам, так. А как по Божьему, невозможного нету. Пророк Иеремия говорил, до Христа там 500 с лишним лет. И теперь Господь говорит, для Бога все возможно. Итак, самое большое чудо, что рассеянный народ в 48 году собрался, образовал государство Израиль. Израиль, это маленькая полоска по берегу идет. Вокруг живут мусульмане. Иран, Ирак. В 500 раз больше. И они поднимают войну, 6-дневная она была. И за 6 дней. А там на Пичке она была, я не знаю, сотни-сотни танков советских. Разгромили им намертво. Они не знали, как вырваться в ООН, чтобы скорее прекратили. Своих руководителей прислали, чтобы Советский Союз позвонили, прекратили. Полный развал. Как это могло быть? Она сегодня описывается. Как? Образуется государство, органы, власти. А уж разведка, это когда будет. У Израиля наоборот. Разведка где-то на десятилетия раньше возникла в государстве. Считается самая лучшая разведка в мире. И поэтому, чтобы нам быть благословенными, будем помнить бытие 12-2, 3-й стих. Господь избирает из народов одного Авраама. Дает ему знак обрезания, указывающий на наше крещение. Мы новый Израиль. И дальше получается один стих. Кто будет проклинать Израиля, будет проклят. Кто его потомство. Кто будет благословлять, будет благословен. Мне столько с разных мест пишут, говорят, ну видно, что это невозможно сделать, что у нас тут делается. Издать столько, там 50 книг насчитанное, проехать. Бог делает. И каждый день почти все новые и новые души приходят. Вот душа, одна пишет, сейчас она в Грузии. Другой отвечает, священник. Тебе сколько лет? До 54. Чего ты как старуха? Ты маленько. Ну видимо, рапета. Возьми краски, как положено. Батюшка, как? Ничего нет, отца внешняя. Главное это сердце. Главное сердце. Она говорит, я не крещенок, как должно и готовлюсь. А кто у тебя духовное отец? Я же тебя как. Я слушаю и называю от меня. Так он же миренец. Апостол Павел говорит, я родил вас благовествованием во Христе. Родил. А эти названия, это ну форма. Товарищ когда-то. Он не товарищ. Первый раз видишь и заваешь. Товарищ. Такой это назвал я его. Товарища не может называть заключенным. Должен сказать гражданин начальника. И так, мы все путешествуем. Прошли мы пустыню. Пропутешествовали. И увидели чудо и чудес. Как Бог вывел народ свой. Но когда они не поверили. А что они хотели? Мясо. Мясо. Огурцы были. И чеснок был. И лук. Вот что они вспоминали. А что были рабы. Что младенцев мужеского пола убивали. Про это разговора даже нет. Осталось одно. Память об Египте не страна рабства. А все-таки лучше была, чем этой пустыни. А не все так говорили. А другие говорили. Мы свободны. Да. У нас кое-чего нет. Но мы свободны. И эту свободу даровал нам Бог. И мы ей даже правильно воспользуемся. Мы выезжаем. Я вам маленькие наказы хочу отдать. Как бы прощаюсь. Не прекращайте занятия. Где вы можете свидетельствовать. Вот. Считаешь. Последние уже строки. Евангелие от Матьпея. 28 глава. Там последний стих. Идите по всему миру. Путешествуйте. И проповедуйте Евангелие всей твари. Как будто бы и медведям надо. Серафим Саровский медведю проповедовал. Я каждый день проповедую голубям. Залезу туда и с ними разговариваю. А они воркуют. Смотрят. Голову склонят. Помилу кормильца нашего брата Игоря. Я говорю. А все. Опять в зиму есть. Да благословим Господь нас. Чтобы наше путешествие в Царство Небесное закончилось успешно. И так мы прославим его едиными устами. Богу нашему слава за все. Аминь. Спасибо. Спасибо.